Это просто, знаете, ребятки, не надо экономить. Я сегодня, знаете, такая маме говорю, мам, все вот, все в бабки реально упирается. Я говорю, вот были бы у меня бабки, я бы сейчас вызвала клининговую компанию, чтобы мне помыли балкон с двух сторон, покрасили. А это, прикиньте, да, я живу на маленьком этаже, мне нужно будет помыть все окна со всех сторон. И с той стороны, и вот с той стороны. Надеюсь, я не упаду. Вот. Понимаю, что все это делают, да. Хотя нет, мама сказала, с той стороны, ну, там никак не подлезешь, допустим, вот по бокам или еще, там никак не подлезешь и никак не помоешь. Поэтому, сколько лет я здесь живу, с той стороны окна не моются у меня. Ну, только где открывается, да, а это все уже грязное у меня, меня это раздражает. Вот. Я еще как подумаю, вымыть весь этот балкон, каждую щелочку просто. И потом это все красить. Ну, кто знает, я говорила, что у меня энергии нет, у меня очень сильное, не очень сильное, а бессилие у меня организма по определенным обстоятельствам. И просто сейчас заниматься этим всем, ну, мне самой, но придется. Я просто буду психовать, наверное, плакать. Вот так, реально, были бы бабки, вызвала бы клининговую компанию, они бы приехали, со всех сторон бы мне помыли балкон, покрасили бы. А я бы такая бы сидела и такая думала, ну, зашибись. Нет, там трубы не ржавые, у меня ремонт в ванной комнате делался, когда я сюда заехала в семнадцатом году. Там новые пластиковые трубы, там у меня ремонт в ванной делался, когда я сюда заехала, мы начали делать, в первую очередь, ремонт в ванной. Но мы экономили, ненавижу экономить, вот честно, ребятки, ненавижу экономить. Мы экономили, нашли вот этих дешевых работников, хотя первые, кто к нам приезжали, у меня мальчик знакомый, он в строительной компании работает, и он мне посоветовал своих там людей, которые приехали, все замерили, и они мне насчитали, для нас это очень дорого было, то, что они насчитали мне в ванную комнату сделать, но я знаю, что они бы сделали офигенно, ровно, все четко, они бы сделали клево. А этот сантехник, который там алкаш у меня был, который мне делал, вот, и вообще те люди, которые делали мою в ванную комнату, вот эти вот трубы, вот это вот все и выливается теперь, что у меня течет, там еще что-то. Никогда не надо экономить на этом, вот серьезно, я считаю, если что-то делается, вот как эти трубы, почему я переживала, вот я довольна, ненавижу экономить, вот серьезно. Вот поэкономили, блин, мало того, что плитка не та, которую я хотела, потому что мы в новогодние праздники делали, а все магазины были закрыты, пришлось брать, что было, это во-первых, во-вторых, все сделал криво, теперь между плиток у меня все потрескалось, причем сразу, трубы он там что-то поперепутал, чувак, который делал горячую с холодной, он перепутал, и вообще у меня там напор почему-то маленький очень, именно в ванной комнате, на кухне у меня нормальный напор, а в ванной комнате у меня пипец какой маленький напор. Вот так вот экономьте, ребята, потом расхлебывайте это все. Работа мойщика использую, а где мне деньги на него взять? Болею, да, няк у меня. Знаете, после всего вот этого я тоже уже начинаю думать о том, что дом лучше, чем квартира, хотя с домом тоже за пар много, но по крайней мере там ни от кого не зависишь, понимаете? Мы с мамой идем таки вчера, и у меня там над пятерочкой огромный-огромный дом построили, и мама говорит, а прикиньте, типа сверху прорвет какую-нибудь трубу, и вот это вот все, вот так вот ходить договариваться с каждой квартирой, вот тут больше 20 этажей, там, это трэш. Это у меня с шести, по-моему, этажка, вот, или нет? Я бы рассказала, но я не буду говорить, где я живу, я до сих пор не знаю, пятиэтажка, у меня лишь шести. Неважно, не расскажу, почему я так думаю. Скорее на стыке, на этом не экономят, но у нас не было денег, мы взяли квартиру в декабре шестнадцатого года, в декабре шестнадцатого года, да, мы взяли квартиру в ипотеку, ну, я взяла, вот, мама взяла кредит, я взяла квартиру в ипотеку, мама взяла в кредит, деньги, чтобы, а, мама взяла пятьсот тысяч в кредит, чтобы триста с чем-то тысяч отдать за первый взнос мне, потому что она, откуда у меня бабки, и оставшиеся деньги вот двести тысяч или меньше? Нет, меньше. Ну, что ж мне потратили, понадобились деньги? Короче, значит, еще деньги уходили, я не помню. А-а-а, триста тысяч первый взнос ипотека, вот, двести тысяч у мамы осталось, сто с лишним тысяч ушло на риэлторов, мы же через агентство, ну, то есть и не риэлторов, а агентство недвижимости, мы через них квартиру эту искали, мы с ними договор заключили, и то они там тоже потом нам лапши навешали и больше с нас денег взяли. То есть у меня, получается, на ремонт ванной, на что-то там еще оставалось там меньше ста тысяч, вот. И нужно было и ремонт сделать, и там кровать, и диван мне купить, на чем спать, там еще чего-то. Ну, короче, там много всяких забар, а первые люди, которые пришли и в ванную мне, и в ванную комнату, они мне там насчитали на сто с чем-то тысяч только работу, вот. Вот, поэтому мы не потянули просто по деньгам это все. Ну, в итоге мы так сэкономили, что, господи, сколько нервов я потратила, я с ними ругалась. Этот чувак говорил, я тебе побью всю плитку, господи, там столько всего было. И я, маленькая девочка, одна решала все эти вопросы, понимаете, со всякими сантехниками, работниками. Я просто, понимаете, без опыта в такой сфере, да, это был трэш, ребятки. Мы просто, боже, как я это все пережила. Теперь, знаете, мега мудрая, опытная девушка, женщина. Самое можно сделать. Вы хотите, чтобы я прям вообще мужиком стала? Сантехникой занялась, давайте, делайте из меня мужика. Лучше бы вы мне сказали, вот, я тебе пришлю денежку, а ты пойди нормального сантехника найми, и он тебе все сделает. Вот это мне больше нравится. Вот так, мне кажется, мужики должны решать вопросы. Давай, я тебе там денег, а ты все решишь. Вот. А не так, что иди, открой YouTube и научись сама менять сантехнику. Вот такие вот мужчины в наше время. Ну да, про участок земли, ну да. Почему? Почему, когда будет пандемия, жителям квартир, городов не позавидуешь? Почему? Не поняла, почему. Не знаю я, какой край. Жизнь такая нужно самой уметь? Ты серьезно? Спасибо. Вы просто гениальны. Может мне еще пойти со мной, не знаю, мешки поразгружать, или что мне еще сделать, не советуйте? Продавайте настоящие мужчины, вот интересные ваши мужские советы. Прямо умираю, не могу. И прибыть минуты. Вот так. Продолжение следует...